Данное видео созданное в развлекательных целях, все показанное сегодня по Гибройзу. Трэээ! А мне семечек! А мне! Здравствуйте всем, ребятушечки! С вами расхититель мусорных баков. Я в том городе, где все начиналось. Я в Санкт-Петербурге, а именно в Мурино. Скоро приедет Димечка, где Ими? Мы будем с ним драть, кормилицы, как в старые добрые времена. Я поживу здесь 2 месяца, а вы обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях все помойки, которые помните в Мурино. А если хотите, чтобы я порылся в помойках вместе с заминированным тапком, ставьте обязательно лайк. И тогда мы встретимся и будем вместе минировать мусорные баки, нахуй, чтобы конкуренты, блядь, знали, кто здесь папочка. Ребятки! В этом видео был полный разъеб, да меня домогались, меня хотели отпиздить. Я нашел кучу денег и купил за эти деньги себе ебейший Лексус на зависть конкурентам. Поэтому, ребятушечки, с вас обязательно лайк, досматривайте видео до конца. А бури бяу рейдь, знайте, что вы, а бури бяу рейдь, дите. Бля, блядь. Ой-ой-ой-ой, очередная питерская кормилица, ребят. И чисто классическая питерская, да? Дождь идет, у меня камера мокнет, я мокну. Да пофиг, блин. Ничего страшного, вдруг что-то топовое найду. Вдруг повезет. А, ну, наполнитель для лотканья, ну, это, кстати, там какой-то рюкзачок. Ну, оставим его на закусочку. Так, а вот тут у нас что? Мешочки, да это строительный мусор, всякая залупа. А тут что? О, сюда чуть-чуть этих кремов. О, хлоридексидин, обработать пенис, перекись водорода. Ну, так, остатки чисто мыльно-рыльного, залупного. О, чуть-чуть это и припудрить носик мини. Короче, зал. О, Биг Босс. Нифига себе, я теперь Биг Босс на помойке, ребят. Блин, как я давно в помойках питерских не рылся, блин. Че за рюкзак, кстати? Нифига, он тяжелый, блядь. А че там? Ну, нахуй. Это че такое, блядь? Дубли? Да ну, нахуй. Да ну, нахуй. Ебать. Ребят, пиздец они настоящие. Охренеть. Сейчас поеду себе машину для помойки покупать. Ебать. Спасибо питерской помоечке, блядь. Радует сильно менять. Дедю, вот я тебя вот няда, бня, дедю, няда. Все, короче, надо быстрее валить. Ребят, я долго думал, куда потратить такие огромные деньги. Ведь помоечка сытно накормила. И я решил взять вместительный автомобиль, чтобы возить находки с помойки. И приехал в автосалон в Питере. Автостабильность. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня Влад зовут. Я главный расхититель мусорных баков. Хотелось бы приобрести вместительный автомобиль, чтобы возить на ход. Охренеть, какой огромный автопарк у вас. И все большие машины. Это американский джип, да? Вместительный. Это RAM 1500. О, гелик красивый прям, крутой. И есть вот Toyota и Lexus дизельные. Они уже поменьше по расходу топлива будут. Вот этот, кстати, нравится почему-то. Либо этот. Давайте я его сейчас сюда выгоню вперед, чтобы удобно было посмотреть. Давайте. Слушайте, ребята, вот этот Lexus, мне кажется, всем бомжам будет на зависть. Им понравится. Как будто он круто выглядит. Ну и пафосно, чтобы все понимали сразу, что я человек-то серьезный. И помоечка накормила. Ля, смотри. Смотри. Ебой. И, кстати, пишите ваши версии в комментариях, сколько денег я поднял. И сколько стоит денег вот эта тачка. Ребят, неоднократно вам уже рассказывал про сайт Mystery Box. В общем, это такой сайт, где я, ну, грубо говоря, на халяву лутаю топовую технику. Сайт очень надежный. Я в нем уверен на 100%. Работает уже в районе 5 лет. И всем своим игрокам отправляю технику очень быстро. В течение, там, 3-5 дней. Итак, а что это за сайт? Сейчас вам покажу. В общем, мы находимся на главной странице сайта. И я уже пополнил баланс на 5000 рублей. Сделать это максимально легко и просто. В этом плане вообще ничего сложного. И когда пополняешь на 5000 рублей, тебе сразу выпадает бесплатный бокс уровня 1. Поэтому давайте его откроем и посмотрим, что там выпадет. То, что в нем выпадет, мне это достанется абсолютно бесплатно. Главное пополнить счет от 5000. Погнали смотреть. Так, я смотрю, там часики пролетели. Life Makeup. Что это такое? А, это такие, типа, наушники. А, это, типа, селфи такая подставка. А, это подставка для телефона или что-то такое. А ну, давайте посмотрим, что это такое. Life Makeup. А, я понял. Вот такая штука на телефон одевается, чтобы себя снимать. Типа, видеосвет для телефона. Ну, прикольная штука. Я ее, скорее всего, себе не оставлю. Я ее продам. Тут, кстати, можно, да, продать технику, которая тебе вообще не нужна. Так, в общем, давайте открывать сюрприз-боксы. Как вы видите, на сайте много есть различных сюрприз-боксов. Ну, есть вот за 1500 алмазный микс. Есть великолепный за 990 рублей. Ну, в общем, тут какая схема? Грубо говоря, чем дороже бокс, тем круче там техника. Но я думаю, открою вот этот топчик. Он стоит 396 рублей. Посмотрим, что мне здесь выпадет. Надеюсь, блин, сейчас еще что-то намного круче выпадет. Ну, я всегда губу катаю, ребят, это нормально. Так, беспроводная мышка. Стоит она 915 рублей. Ну, какая-то хокко вроде. Ну, пойдет, что, неплохо. Так, что, тоже окуп. Тоже окуп, ребят. Погнали дальше. Но мне она тоже не нужна, я тоже потом продам. Крепление для телефона в автомобиль. А вот это, кстати, нужная тема. Мне как раз надо. У меня есть автомобиль. Вот этот Lexus за 15 лямов, который я купил. На помоечке нашел. Вот это деньги. Шучу, конечно. На мопед установлю, короче. Вот это я заберу, наверное. Ну, может и нет, подумаю. Что же меня ждет дальше? Вот это очень интересный вопрос. Так, о. Ебать. Вот это тема, ребят. Вот это просто мощь. Проектор портативный Ванда Х5. 25 тысяч рублей стоит. Пиздец. Это как раз то, что мне надо. Я как раз хотел в гараж второй проектор. Охуеть, блядь. Просто мистери бокс. Просто респект огромный. Вот это я по-любому, ребят, забираю. Проектор мне 100% надо. Просто мощь. Так, ну что, давайте, короче, зайдем в личный кабинет и попродаем то, что мне, в принципе, не надо. Так, проекторы я себе по-любому оставляю. Так, хокодержатель. Ну, нет. Давайте ее продадим за 300 рублей. Мышку тоже продаем. Так, беспроводные наушники тоже продаем. И вот это вот Live Makeup. Ну, это вообще шляпа. Так, и так, нифига себе. У меня на балансе 5500 рублей. И еще есть портативный проектор, который стоит 25 тысяч. То есть я, по сути, в укупе уже сейчас на 25 тысяч 500 рублей. Так, какой же еще боксик пооткрывать тут? Я смотрю, вот есть мегагаджет. 5000 стоит. Ну, это, конечно, супер дорого. Давайте вот этот, допустим, великолепный. Там как раз Insta360 X3 камера есть. iPhone. И какая-то еще... А, Osmo Pocket. Вот это Wage. А, и PlayStation 5 тут есть. Вот я бы хотел, конечно, MacBook. Посмотрим, получится. Нет, этот бокс уже 990 стоит. Давайте пытать удачу. Так, 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 так. О, что это тут? Портативная колонка. Стоит 3000. Тоже окуп с одного прокрута. У меня она не нужна. У меня этих колонок штуки 3, блин. Зачем она? О, Сонька. Там камера, там экшн-камера Sony, блин. Хочу. Очень хочу. Так, Vision колонка. Еще одна колонка. Стоит 2200 рублей. Тоже окуп. Но я ее продам. Что же будет сейчас, ребят? Прям пипец. Там камера Сонька была. Ебать! Да ну нахуй! Пиздец, ребят. Я мечтал просто об этих наушниках. Это Apple AirPods Max, которые стоят 70 тысяч примерно рублей. Ебать! В них же такой звук, ребят. Это просто топ. Я как-то у подружки, короче, на хате был. Послушал в них музыку. Ебать! И тут мне просто это на халяву, считай, выпадает. Эти наушники стоят бушные 30-ку, а новые в районе 70-ти. Ебать топ, ребят. Просто охуеть. Ну что, давайте заказывать эти призы и посмотрим, за сколько дней мне это все дойдет. Я сейчас, кстати, в Питере. Я думаю, это должно мне дойти вообще в кратчайшие сроки. Ребят, сижу довольный. Все потому, что мне от Mystery Box наконец-то приехала техника. Пришло примерно 3 дня. Приехало все очень быстро. И вот, вот они долгожданные AirPods, о которых я, блин, всю жизнь мечтал. Они стоят очень дорого. Но если б не Mystery Box Online, я бы их себе никогда не смог бы позволить. Также, вот, ребят, проектор тоже приехал. Я, кстати, снял в Питере себе новый гараж. Поэтому, я думаю, там себе установлю. Ну, либо уже в Краснодар увезу. Там уже посмотрим. Ребятки. Вводите мой промокод SHTREP. Вот он здесь на экране. Он вам даст плюс 30% первому пополнению баланса. То есть, если вы закинете 5000, по итогу у вас будет 8. Ссылка на Mystery Box в описании, ребят. Сайт проверенный, офигенный. Всем советую, ребят. А я поеду сейчас кайфовать с музычкой уже по помоечкам. Может, даже поеду, ребятки. В описании ссылка. Салончик как будто мне нравится уже сразу. Нифига себе. Вот. Опа. Какой руль. Кайфовый вообще. Ну, я думаю, для помоечки-то подойдет. Тут зарядка, да, беспроводная. Кнопки, тут сенсоры. Все так красиво. Навигация. Так, ну, я думаю, самое главное нужно посмотреть. Мне на это пофиг. Какой багажник. Опа. Та смотри, ля. С кнопочки, да? Офигеть. Хм. Так как будто реально большой. Много находок поместится. А это что такое? Что вот это такое? Розетка 220 вольт. Да ладно. Охренеть. Чуваки, я буду теперь чайники с помойки проверять. С помощью нее утюги. И вообще любую технику. Раньше я всегда в гараж возил. А теперь буду через розетку все тестировать. Не отходя от кассы, так скажем. Не, ну как будто надо покупать. Да, спасибо. Погнали оплачивать. По рукам. Ой, блин. Так. Денюжки. Так. Вот они чуть. Ой. Сейчас посчитаем. Вот ваши ключи. Ой, спасибо большое. Два комплекта, да, прям новые? Да. Кайф. Так вот, денежки считайте. Должны быть настоящие. Вот эта помоечка накормила, да. Все. Спасибо, жду. Это вот просто шах и мат сделал конкурентам. Ребят, я приехал в Мурино. Я здесь сто лет не был. Капец, Мурино отстроилось. Посмотри, сколько домов. В общем, ребят, что-то во дворах капец тяжело ездить. Габариты у машины просто огромные. Эх, придется, ребят, искать по ходу водителя, потому что это не дело. Машина-то очень дорогая. Помоечка сколько мне там дала? 15 лямов с копейками. На сдачу, короче, сейчас найду водилу. Да капец, что-то водители очень дорогие. Вон, смотрите, ребят. Ну, это как будто слишком шикарно. Да это тоже как будто лакшери. Наверное, очень дорого будет стоить. Помоечка не потянет такие бюджеты. Так, а кто у нас тут еще есть? О, это водитель. Это бизнес-класс. Так, пожалуй, если он в шлепках и в костюме, это нам подходит. Все, звоню ему, короче. Офигенный водила, по-любому. Так, звоню. Алло. Алло, да, здравствуйте. Вот по объявлению звонил. Трезвый водитель, да? А, да, я сегодня трезвый. В смысле сегодня? Ну, обычно я пьяный, но именно сегодня я трезвый. Все правильно попали. Понял, можете сейчас выручить, надо тут по району Памурино покататься, по помойкам лазить, я главный. А я машину вчера пьяный разбил, у меня, к сожалению, автомобиля нет, только самокат электрический. Я понял, но у нас есть тут автомобиль, помоечка дала, Лексус 500. Что? Лексус помойка дала, говорю, купил. Выбегаю, а вы где? Да он что ли, смотри. Где он? А мы сзади вас, а мы сзади вас. Да ладно. Мы сзади вас стоим тут. Это вас? Да, приходите, поедем. Хорошо, ну, сейчас, сейчас. Он точно адекватный, слышь? Это вы меня заинтересоваете? Ну, да, здравствуйте. А вы точно трезвый сегодня? А вы Шреддер? Я по... да, Штребух. Есть черепашка ниндзя, я вас где-то видел просто. На помойках. Да? Да, я три года назад переехал в Краснодар, но сейчас вернулся. Это прекрасно. Куда едем? На помойке. А сколько платите? 100 рублей плюс ящик пива. Я это, только охоту крепкую пью. Договорились. Все. По рукам. Все, поехали. А отзыв на вид оставили? Обязательно. Все, прекрасно, поехали. Куда едем? Все. Ну, вы садитесь, я вам покажу, где тут газ, тормоз и как переключать. Ну, желательно. Я в шлепках сегодня. Шлепки лучше снять. Как охотно наступил. Ладно, хорошо. Смотрите, смотри, вон, это газ и тормоз. Ну, типа вперед-назад. Сам? Ты тормоз. Вперед и назад педали. Я понял. И он там кнопочка переключает, там, назад-перед, лево-право. Все, вам, садитесь. Что он делает? Вы точно водить умеете? Пробовал пару раз. Ну, все, поехали тогда. А куда? Откройте дверь, чтобы я сел. Ага. Не получается. Господин. Помоечки ждут сочаться. Погнали. Бабки. А, блядь. Так я потом. Можно? Не кинете. Ну, задаток 50 рублей могу сразу. Не с собой. А пиво? Пиво по пути купим. А, все, хорошо. Все, погнали. Получается? Как будто да. А у вас какой стаж вождения? Третий день. Шеф, вот кормилица. Да. Да, вот мне сюда. Я буду сейчас расхищать, рыться и технику доставать. А я пиво хотел выпить. Это успеем. Может, дверь открыть? А, ну, давайте, да. Вроде бы мне платить. Ну, как бы да, ящик пива. Не надо так, пожалуйста. Это слишком сервис хороший. Да, я доплачу, чаевые оставлю. Итак, ребят, сто лет не был на питерских помоечках. Точнее, в Муринских. Ребят, сколько воспоминаний у меня связаны. Вот с этой помойкой я тут находил игровое кресло Red Square. Кто помнит, только олды, наверное, помнят. Ставьте лайк обязательно на этот божественный контент. За такую шикарную машину. Сейчас будем проверять вместительность багажника. Ну, и смотреть на реакции людей, как они будут реагировать на то, что чел на Лексусе с водителем роется в помойке. Чебурек хотите? Да, да. Держите, это в счет оплаты уже первый пошел. А пиво? Пиво там бегаешь, вон, Дикси купи там. Надо подогреть его просто. О, так тут сходу вы нас с хаты. Водитель, подойдите, пожалуйста. А вот посмотрите, что вам нужно. Айфон нужно? Да, да, я буду с него звонить. Ребятки, как вы видели, в прошлых роликах я вам рассказывал про Тапол, от создателей хомяка. Так вот, ребят, я с помощью этой Таполки уже за неделю 70 тысяч заработал. Смотрю. Тут все, ребят, просто. Тапаешь Капибару и выводишь себе на карту. И это, кстати, первая Таполка, которая сразу дает вывести заработанное. Самое главное тут, что доступ только по приглашению. В прошлом ролике вы очень быстро забрали тысячу мест, поэтому в этом ролике мне выдали 3000 мест. А по промокоду вот этому на экране первые тысячи людей заберут себе 3000 рублей на баланс. И помните, что вот этот промокод, он ограничен. Так что, ребят, поторопитесь, пока темка работает. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите скорей и пробуйте. Тапайте и зарабатывайте. Вот как раз для Питера зонтик. Проверьте. Целый, нет? О, нифига себе, ребят. На самом деле, вот так, шутки шутками. А тут вот сумочка. Сумочка. А, он поломанный. Ну, не повезло как будто. Сумочка для этого, блин, для фотоаппарата. 3G модем мегафон, который можно продать. Для антенны какой-то. Херня. Вот коробка под айфон. На это написюнник. Коробка от айфона с наклеечкой. Вот, может, приклеим на Lexus? Это будет коллаборация Apple Lexus Motors. Сейчас все сделаем. Ой, как будто тут всю жизнь оно было. Я думаю, так намного круче смотрится. Правильно, ребят? Зацените вообще стиль, тюнинг. Все, надо придумать, куда мне находки складывать. Потому что тут они прям... А вы фотографом не пробовали работать? Я тут нашел уже. Сейчас покажу, как пользоваться. О, она даже работает. Давайте я сперва вас пофоткаю на фоне Lexus. Ой, как будто... Прекрасно. А ножку вверх. Да, да, да. Все. Ну вот. Вот, смотрите. Прекрасная фотография. Как будто, да. На аватарочку будет что поставить. Сумочку. Вот сумочку. Ну, в сумочку. Да, да, да. Так, сюда находку. Вместо ящика пива могу фотоаппаратом расплатиться. Не получится? Так, все, ребят. Складываю находочки первые. Я в Муре на 100 лет не был. Придется, я не знаю даже, куда мне их складывать. И это, кстати, ребят, Петербург. Тут он дождь уже капает. Посмотрите, погодка. Так себе. Так, коробку от айфона берут. Режим модем. Где второй? О, расчесочка. Мне как раз надо будет расчесываться, чем в Питере. А то я приехал с пустым карманом. Вот USB-шечка. Так, что тут еще есть? Вот этот модем Mega Beeline, который можно рублей за 300, за 400 продать. Подержите вот так? Я, кстати, вам, может, пиво найду. А, он был хорошо. О, Windows лицензионный. Интересно, есть он там? Хо, прикиньте, с диском. Лицензионный Windows. Windows 8.1, полная версия. Оригинальная лицензия винды. Помоечка дарит программное обеспечение. Мне кажется, что там есть вот подушечки, и мне они нужны. Спать не на чем. Может, вот, думаю, в свой Lexus постелю подушечки, чтобы мягко было сидеть. Вдруг не впердели. Кстати, да, они говном воняют. Так, ну, я думаю, я еще возьму латуневый краник вот этот на металл. Тут, в принципе, латунь налицо. Вот она. Раз, латунечка. Ну, и краник. Я же латунь тоже цветной металл собираю. Так, ну, я думаю, все. Надо ехать дальше, пока дождь не пошел сильный. Давайте я вам покажу, как дверь в багажнике открывается, а то вы тут сломаете. Долбоебы, вам по сколько лет? Извиняюсь. А почему, долбоебы? А ты не долбоеб? Долбоебы на Lexus не ездят. А? Долбоебы на Lexus не ездят. Не, не, тихо, 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 тихо. В смысле, ка? В смысле, ка? Я тебя спросил, я тебя поинтересовал. Я тебя поинтересовала, вы долбоебы. Вадим, ребят. Ну и все. Ну и все. Что ты хочешь? А ты что хочешь? Что подошел? Так мы вас трогали вообще? Я у тебя поинтересовался. Вы долбоебы. Я ответил, нет. Да мы не долбоебы. Ты что, долбоебы на Lexus не ездят или что? Или как? Да не знаю, в чем проблема? Ну я сказал, мы не долбоебы. Денис, успокойся, поехали. Братуха, ты самый лучший просто водитель, спасибо. Все, едем на следующую помойку. Ой, 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 я помню эти лодочки. Капец, дождь пошел, ребят. Ну это чисто Питер, вот приехал в Питер. Как мне рыться сейчас в помойках, я не понимаю. Откройте, да, пожалуйста. Человать не надо? Нет, нет. Что я понял. Так, ребят, на первой помойке в Мурино мне чуть по бубену не дали. Оооо! А вам идет. Водитель у меня, конечно, интересный, ребят. Он и как охранник за меня заступился. И уже вон... А мы менять будем шапки, если кто-то быкует. Мы будем менять шапки и проблем у нас не будет. Давайте, наверное, зайдем, а то сейчас все промокнем мы. В машину. Капец, ребят, погода. Это чисто вот Питер. Ребят, мы решили вот подъехать к нему и уточнить, кто долбоебы. А он там спрятался. Да, он испугался. Он уже испугался и спрятался. Ой-ой-ой, ребят, это супер легендарная помойка. Капец, ребят. Тут у каждой помойки на районе есть своя история. На этой помойке я нашел силиконовую куклу. Она вот тут лежала в коробке. Кто помнит, ставьте лайк, пишите об этом комментарии. Так, а что у нас тут по находочкам сейчас будет? Посмотрим. О, чуть-чуть Йоргута. Так, ну Йоргут, если просроченный, выпью, буду дрестать. Не особо хочется. Так, опа. Какой-то тазик. Ребятушечки, прошло еще два дня. Я зашел в Капибару, чтобы вывезти еще деньжат. И вот, чекайте, сколько я вывел. Так, чисто по бырику двадцаточку. Так что, ребят, пока таполка такая уникальная на рынке существует, прямо сейчас заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Тапайте и зарабатывайте. Так что, ребятушки, забирайте, пока есть возможность, пока таполка работает. Ссылочку я оставил в закрепленном комментарии. И, кстати, ребят, поторопитесь, потому что осталось примерно, ну, там, уже, наверное, две с половиной тысячи мест. Места очень быстро разлетаются. Поэтому ссылочка в закрепленном комментарии. Штора какая-то. А, это с ванной вот эта шторка. Так, вот это что? Фигеть, ты нахуй тут мусоришь? Какой-то хуйней занимаешься. В смысле? Зачем ты в мусорку залез? Мусор перебираешь. Да, я находки ищу, что-то ценное. Ну, вот ты мимо, зачем вот этот мусор бросаешь? Вот это нахуя ты делаешь? Ну, я не специально, оно само выпало, я бы поднял все равно, типа, а что такое, проблема или что? Ну, это пиздец, это же чей-то мусор, ты считай, в чью-то личную жизнь залазишься. Ну, я ничего ж не нарушаю, я по закону, это общественное место, ничего не нарушаю. Это какая-то хуйня, лезть в чужие дела, в чужой мусор. Ну, ладно, а тебе-то какое дело, у тебя проблемы или что, я не пойму, скучно живется. Ты хочешь мне проблему строить сейчас? Не, не, я не хочу проблем, это ж ты ко мне подошел, проблем. Ну, все, я понял, да. В смысле? Это твой, да? Да, мой мопед еще. Я подожду, подожду, пока ты здесь закончишь. А что такое, что ты хочешь? Ничего, ничего, просто пизды тебе дам за твои разговоры. Ну, классно, в Мурино приехал. А за что, я не пойму, я, ну, я, каждый дрочит, как он хочет, я так живу. А тебе что? Этот мусор вообще не твой, все у тебя мимо летит, я подхожу за тобой, подбираю. Я подхожу, тебе замечания делаю, ты говоришь, что за хуйня? Ну да, что за хуйня? Ну вот мы это сейчас и решим. Окей, сейчас ты решишь у меня, блядь. Ну, ты что хочешь стоять, ждать? Я подожду, подожду. В смысле? Что, а что ждать? Сейчас. Сейчас, ребят, тут поменьше встанет к вечеру, и мы с тобой решимся по-мужски. Так а зачем возле мопеда стал? Отойди, дай я уеду спокойно, и все. Нет, все уже, отсюда ты не уедешь. Ну, блядь, сейчас-то с тобой поговорят, подожди. Давай, кого хочешь вызывать? Да, чувак, успокойся, я тебе говорю, сейчас тебе устроят тут, блядь, разборку. Питерскую. Давай, давай, давай. У меня есть личная охрана, приложение Микула. Оно работает, к сожалению, только в Мурино. Но, походу, тут это неотлемнимая вещь, которая нужна постоянно. Вон, блядь, стоит. Короче, зажимаю. Да-да, ребят, сейчас охрана подъедет с ним разбираться. Вообще неадекватный какой-то. Все, ждем. Они должны по телефону найти меня. Слушай, чувак, я драться, ну, как бы вообще не хочу. Ну, я просто... А зачем ты так разговариваешь изначально, если ты драться не хочешь? Ну, так ты сам рамки не соблюдаешь. Ты вторгся в мое пространство, я тут роюсь, никого не трогаю. Хочешь уехать? Только через пиздюля. Ага, шикарно. Ну, стой, окей, жди, сейчас приедут. Походу, мне звонят. Группа 1 уже вызвана, группа 2 уже вызвана, охренеть. Че ты, куда ты идешь? Ну, мопед свой забрать я хочу. Нет, стоим, ждем сейчас. Там не похуй, кого мне ждем. Иди, иди, иди. Кого, блядь, иди, чувак? Куда ты ходишь, блядь? В смысле? Сейчас я пизды нормально раздам пока. Ага. Людей не будет когда. Ну, давай попробуй, давай попробуй пизды мне раздать. Здрасте. О, ребят, спасибо, что приехали. Тут человек неадекватный. А, получается, я рылся в помойке и никого не трогал. Ничего по закону. Нихуя, парни, давайте без этого. Нихуя. Вот он, вот он, здесь разворачивает. Ага. Мусор не то, что обратно кидает, он его выбрасывает вообще вниз. У меня случайно выпало, я обратно закинул потом. Ты же, наверное, у него просто все там выбрасываешь. Не, у меня картонка упала, я ее обратно закинул и все. А ему как будто, ну, делать нечего, скучно, я не знаю. Я шел просто выбросить мусор, смотрю, какой-то хуйней занимаешься ты. Тебе вот делать не хуй. Устройся на нормальную работу. Ну, окей, это мои проблемы же, правильно? Когда ты приходишь к моей мусорке, ладно, не моей, общедомовой, и начинаешь здесь пакеты разрывать, все мимо, когда у тебя летит, это уже моя начинается проблема, понимаешь? Короче, ребята, я не знаю, мне надо как-то мопед просто забрать и уехать. Нихуя не заберешь. Нет. Нет, так что ты с мопедом будешь делать? Не с мопедом, с ним сейчас мы решим это. Он говорит. Как ты можешь мопед так, чтобы он уехал? Помушки. И как ты мопед будешь? Помушки. Сейчас мы с ним один на один выйдем? Какая-то глупая один на один выходить. Мы сейчас здесь для того, чтобы как раз вот этого не случилось, понимаешь? Один на один, это вы будете делать. Мы сейчас работаем, так же, давай, там макет отдаешь, и мы его оправляем. Чувак, раздуплись, это охрана, я вызвал, ну, типа. И что? И что сейчас будет? Один в три подсунами будет? Да, ничего, ничего не будет. Что ты сейчас начинаешь? Один на один, ты один в три. Мы сейчас пришли, чтобы разрулить эту ситуацию. Без этого, без вот этих всяких. Мопед отдай, и уебывай отсюда. Договорились? Ну а без этих всяких. Все, добро. Все, мужики. Тогда договорились. Я вообще-то видосы снимаю, ты не понял, да, похоже? На YouTube? Ну да, я как бы нормальный чел. А как она называется? Штребух. А-а-а, я слышал об этом. У меня друг тебя смотрит. А что ты не понял сразу? А я что-то внимания сразу не обратил. А можно видео привет передать? Давай. Ахуеть. Мопед-то отдашь в итоге? Забирай, хусим. Давай. Как его зовут? Павел. Паша, привет. Мы тут чуть поссорились, но помирились. Да. Нормальный парень оказался. Давай. Блин, вообще вам респект, мужики. Да, все четко. Это подписчик оказывается. Не ходит, не просто там раскидывает как бы. Да. Да, ребят, ситуация была не из простых. Так это второй случай был на помойке у меня в Мурино, когда до меня докопались. И поэтому нужны всегда телохранители. Приложение Микула – это тревожная кнопка в вашем телефоне. Для того, чтобы вызвать телохранителей в критической ситуации, либо для ее предупреждения. То есть, допустим, когда вы идете ночью по району и боитесь, что какие-то могут быть проблемы, просто вызывайте ребят с Микула, и они вас проведут до дома. Нужно просто скачать приложение в Apple Store и оформить ежемесячную подписку, которая стоит 1990 рублей. Но зато у вас никаких проблем на улице уже не будет. Работают ребята 24 на 7, а количество вызовов не ограничено. Время реагирования всего лишь 5-7 минут. И нет никаких доп. платежей. Первый район действия этого приложения пока что Мурино. Но это, ребят, временно в будущем районы и города будут расширяться. А в августе для жителей Мурино будет доступен пробный период. В течение месяца сможете попользоваться приложением, понять, как оно работает. Ну а после пробного периода будет уже подписка, которая будет стоить всего лишь 1990 рублей в месяц. Поэтому, ребят, ссылочка в описании. Залетайте, качайте. И тема очень здравая, ребят. Я теперь чувствую себя в безопасности, когда роюсь на муринских помойках. Тут весьма, кстати, опасно. Поэтому всем, кто из Мурино, привет. Встретимся на помойке. Приложение качайте. Ссылка в описании. А можно этого не делать? Мы как бы к помойке подъехали. Откройте дверь. С ебанцой как будто. Спасибо. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну, адекватный он или нет. Ой, там что-то интересное. Какая посуда, слышишь? Это же глина. Глиняная посуда, ребят. Нифига себе, крышечка какая. Вон, смотри. Это же все на барахолке покупают. Вот крышечка, смотри. Это вот такая. Короче, это, кувшинчик. Так, я думаю, сюда прям надо запрыгивать рыбкой, как будто смело. Нифига себе, картина, ребят, новая. Две новых картины, смотрите. Абсолютно реально новые. Это уголочки, ну, защита, чтобы они не побились. Упаковка. Охренеть, ребят. Тут ебать. Какая тут все посуда. Какие вот эти, какие блюдца. Можно такой стол накрыть шикарный за счет этого. Ой, там и стекла, он, битая посуда. Так, ладно, надо аккуратно. Главное не поресаться. Защита от конкурентов, буду отбиваться. О, еще картина. Ребят, настоящая, рисованная. Даже подписано Ивлев Юпэ, 2000 год. Пейзаж номер 6. И, возможно, эта картина стоит, кстати, очень дорого. Это Питер. Я, кстати, увезу, как память, в Краснодар. Это питерская Нева. Охрана... Ой, водитель. Возьмите картину, пожалуйста. Я ее продам за 200 тысяч. Не, серьезно, ребят, она может даже лям стоить. Непонятно вообще. Картина рисованная, видно от руки. Эти тоже две. Офигеть, ребят. Походу, я уже окупился с этой помоечки. Чисто за счет одной только картины. Нифига себе, какая щеточка вот тоже. Машину чистить мне, Лексус, зимой. Это хрусталь. Ребят, хрусталь. Хрусталь это очень дорого. А вот это что такое? Да ладно. Как такое можно выкинуть, ребят? Вот это аккуратненько надо забрать. А вот это что? Да ну нафиг. Как такое можно выкинуть? Цена 15 рублей. Это советское. Это на стенку, на потолок вешается. Давай, может, вместо оплаты ящиком пива я тебе вот это... Не, не, не. Понял, хорошо. Не, ребят, я это увезу себе тогда. Пусть он это бродит голодный. Нифига, лампы люминесцентные. Возможно, кстати, новые. Прям похоже, что новые. Возьмешь, пожалуйста. Точнее, возьмите, пожалуйста. Вот еще. Технику. Да ладно, второй фотик за сегодня. Слушайте, он дорогой по-любому. Капец, он крутой. Он круто очень выглядит. Батарея есть. Флешка. Флешку ставить и зарядить. Это Pentax Optio H90. На Авито стоит вот столько. Так, конечно, тут как будто находки круче, чем в Краснодаре, ребят, в Питере. Не успел приехать, и тут сразу у меня такие подгоны шикарные. Вот, для самообороны можно взять, кстати. Что, в Красное и Белое? Кто платит? А почему я? Я вас возил? Так что то, что ты меня возил, ты мне еще должен. Ты на Лексусе покатался. Конечно, машина, ребят, очень огромная. На ней вообще нереально тут по дворам ездить. Вот, да, перед помоечкой сюда деду надо. О, да, да, да. Я помню, ребят, эту помойку. Господин, я вам уверен. Обязательно. Сейчас, подождите, секунду. Спасибо большое. Ой, такого сервиса еще нигде не видел. Лучший водитель. 5 звезд поставлю. Итак, что у нас здесь? О, так как будто сюда заныривать надо. О, зонтик, нормальная тема. Если дождь пойдет, поможете, ну, подержать вот так, чтобы меня не мочило? Да нет, сейчас нету дождя пока. А вот вы пиво хотели. О, давай. Задаток чуть-чуть. Все, все, миштяк. Так, ребят, все-то все мокрое, блин. Как мне тут вообще лутаться? Я сейчас чешки... Не, не, не хочу, спасибо. Я сейчас чешки промочу. Как мне, блин, тут рыться? Аккуратно там эти бугорки. Подождите, двери, двери. Вы же мне все-таки пол лета 25 пива дали. Да, спасибо большое. Откройте багажничек. Спасибо. Так, что у нас тут? Угу, есть чем поживиться как будто. Мне придется занырнуть сюда. Посмотрите, чтобы бомжи не подошли, конкуренты. Если что, пропуск мусорным баком оформляем как надо. Ага, блядь, хуя лысого. Ой, там воды сколько, блин. Вот после дождя в помойках тут рыться, это вообще не комельфо. Особенно, когда у тебя такой автомобиль за 15 миллионов рублей. Итак, ребят, давайте все-таки... О, опа. А вот это уже дядечки-нядя. Ой, это что, поп-иты всякие, резинки. Это антистресс поп-ит. Люкс Эдишн. Так, а где это? Водитель. А можете вот это закинуть в коробочку? Вот это надо мне очень. Это антистресс для меня. Что-то прессанул походу. Там волосы? Ну, это слабка, это нормально. Я такое люблю. Так, Чико. Игрушечки вот это все детское. О, это же это. Бегемотик плавает. О, спасибо. Так, что тут у нас еще есть? Как будто, мне кажется, надо разорвать вот это вот все. Шмотки посмотреть. Ночнушечки. Ну, это все залупа. О, а вот это я, о, это, это, ребят, для Apple Watch ремешок. Охренеть. А ну, подойдет? Я просто офигею, если подойдет. Да ладно? Да ладно? Офигеть, я об этом даже и не мечтал. Он как будто кожаный. Нифига себе, ребят. А как расстегнуть? Офигеть, помоечка дала, ребят. Посмотрите теперь, какой у меня ремешок крутой на моих часах. К сожалению, кстати, часы не с помойки, но ремешочек просто огонь. Вон, журналы. Это детские развивашки. Вот с этим утюгом, либо это чайник. Маршал, это что ж? Ну, собачка получается вот такая. Ее, кстати, можно одеть не только на палец. Я, пожалуй, ее оторву. Есть одна идея, куда я ее одену. А вы можете писать в комментариях, куда я планирую собачку одеть. Подписчики мои, по-любому. Привет. Помойка кормит. Ребят, водила, походу, у меня в багажнике находки с помойки ворует. Так, сейчас выйду разбираться. Что-то он как будто там пиздит у меня. Братуха, а воровать-то нехорошо. Что ты там находки мои трогал? Мне надо. А, свежий пиджачок. Ну да, да, я нашел до этого Луи Виттон пиджак. Как будто к лицу. Это мне? Да. Когда буду пить, и этот, нетрезвый водитель, буду слушать. И Кентов позову. А нам как раз музыки в салоне как будто не хватает. Там что-то написано. Марк Левисон какой-то. А, колонки в машине? Да нет, это намного лучше. Марк Левисон, там это нам не надо. Ну, поехали дальше. Так, это что, конкуренты? Я не понял. Вот как будто вот сюда нам надо. Ручку? Я не понял, пацаны. А это что такое? Что вы тут? Это наша помык. В смысле? А я? А ну смотри сюда, блядь. А в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. 500 рублей. Так, что-то не могу достать. Ай. Да. О, нихуя себе. А ты кто? Привет. Я смотрю тебя. Подписчица? Да, привет. Я Lexus купил. Я видела. Да. Да. Можно отпустить? Надолго в Питере. Ну, на месяцок. На месяцок. О, здорово. Это лучше бы, кстати, недалеко. Да ладно. А ты видела мои сторисы, да, ВКонтакте? Сторисы ВКонтакте? Да. Понравилась машина, да? Классная. Блин, слушай, вообще я крутая. Ну, если будет время, то заходи вечером, можем там придумать что-нибудь. Да ладно. Да. А что можешь предложить? Не знаю. А ты точно не снимаешь? Не, не снимаю сейчас. Ну, тихо скажи на ушко. Ну, слушай, вот я вижу, ты с друзьями тут. В принципе, можем ко мне зайти что-нибудь придумать. Прикольное. Генг-бенг? Ну, можно. Ребят, генг-бенг будет. Ладно, подожди, подожди. Что? Давай номер запиши мой, и как закончишь, тогда пиши. Давай. Ну, все, давай. До скорых встреч. Напиши обязательно. Да. А можно, посмотрю? Ага. Ну, вообще, пойдет как будто. Давай. Ну, что, нормально, в принципе. С пивом покатит ребятки. Хули. Генг-бенг. Ребят, вот это очень опасно, на самом деле. Вон, металлические батареи. Ее, кстати, можно продать, не обязательно на металл сдавать. А ну-ка. Так, смотри. Ребят, смотри. Она, а, она вот треснула. Ну, это чистый металлолом, конечно. Ее не купят, но забираем. А что? Неплохое такое начало. Смотрите, вода черная потекла. Охренеть. Я жил, ребят, вот первые видосы я снимал вот в этом доме. Я жил в студии на балконе, снимал обзоры находок. Кто помнит? Это город Мурино, да. Мой родной. Там какая-то книжечка. Давайте быстрее. Итак, ребят, посмотрим, что у нас тут. Какая-то книжечка. Секрет старых картин. Ну, это прямо питерская находка. Прям тут все. Вот я до этого картины нашел. Смотри. Вот это вот. Прикинь, сколько стоит вот эта книжка. Охренеть. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров. Вот это вещь. Она стоит, мне кажется, тысячи четыре в магазине такая. Помоечка дарит образование в художественном плане. И в финансовом благополучии. Вот, кстати, матрасики как будто новые. А, это один матрасик. Можно, кстати, взять как раз гейнбэнк устроить на нем с Валентиной Демидовой. Да, забирайте. О, вынос кухни. Да что тут так, блин, много выносов? Прям с кухни я заметил. Все уборки делают. Да ты шо, ребят, ля. Какие кастрюльки, ля. Так это на барахолке, ребят, купят. Техника. Смотрю. Это что за роутер какой-то? А, сет топ бокс IPTV. Возьмите еще ремень, вот этот для гейнбэнга нам подойдет. Хорошо. А это от сумки, ну пойдет. Так, а что вот это? О, волосы чьи-то. Ребят, волосы, парик. Это волосы. Это можно прилепить. Волосы нашел, можно прилепить. У тебя белосиня есть? А, на лапке? Ну, надо? Ну, подумаем. Так, а вот что еще? Виды натуральной шерсти. Шерсти. Гуэ сумочка. Смотрю. Интересный оригинал. Лос-Анджелес написано. Нифига. А, рик. По-любому. Смотри, бирка какая. Смотрю. Гуэ. Смотрю. Это я. Это. А можете передать нашей подружке? Да. Она нам точно даст за эту сумку. Гэнгбэнг. Там она сзади сидит. Вот так. Подписчица, которая подошла на помойки. Которая гэнгбэнг. Так, что вот это такое? Белая мышка. Кабель для принтера. Пульт. Вау. Сумочка типа косметичка. А ну, в ней денег нету. Блин, облом. Джау, Гудисер. Какой-то тоже бренд, походу. Мне кажется, тоже. А, ну, она убитая. Так, короче, кабелек еще. Что это такое? Вообще новый кабель. А, для интернета. Это не надо. А вот эта техника надо. Я же вам не показывал. У меня в машине есть розетка. Ребят, представляете, как круто? Можно найти какую-то технику и не отходя от кассы сразу в машине проверить. Офигеть. Вот это, блин, офигенно просто. Итак, я нашел какую-то ТВ-приставочку, которую мы сейчас будем проверять. О, так она вообще в полном комплекте. Ля, 220 вольт. А ну, проверим, работает, нет? Так, втыкаем сюда и сюда. И смотрим. Может, ее как-то включить надо? Нет. Нет? Хм. Ну, она, возможно, не работает. Не светится никак. А машина заведена? Странно. Походу, реально ТВ-приставка мертвая. Вот это, конечно, очень грустно. Но все равно на барахолке за 100 рублей купят в таком нерабочем состоянии. Так что пойдет. Ой, спасибо большое. Слушайте, нифига себе. А сколько тут всего как будто. Интересная помоечка. Вот какое вайбовое кресло. Как будто для компьютера. Надо просто восстановить и все. Как вам? Я зацепился. С жопой? Да. В смысле? Ну, тут пружины голые. Так а кто просил вас сюда садиться? Блять, я, по-моему, жопу порвал. Жопу порвал? Да. В смысле? Биби, шринку пока вставал. Да что такое, что за день сегодня? Надо переодеваться, поехать срочно. Ну, как-то что-то не то пошло. А что вы делаете? А как мы сейчас поедем? Я не переодену себя домой сгоняю. Я тут недалеко живу. Поселок Дно называется. Ну, это сколько по времени? Пять минут. Я на лексусе дадите, съезжу. Ну, ладно, окей. Я тогда пока в помойке пороюсь. Да, да, да. Не вопрос. Все. Ну, не прощагаемся. С вас пиво там? Да, да. Я пиво обязательно, да. Все, все. Да. Ребят, реально странный, конечно, водитель. Нифига себе, ребят. Пылесос. Вот этот микро, мини. Пока, долбоебы. Я угнал ее. Стой. Останови его. Пылесос проверить. Ребят, нашел пылесосик вот этот. Ну, мини, мини, мини пылесосик. В полном комплекте. Смотри, какой. Ручной пылесосик мини. Надо пойти пылесос проверить сразу. Ты куда поехал? Я же тебя варю, блин. Не спеши. На пылесос проверить я нашел. Ну, как будто зачем я брал вообще этот лексус? В нем либо розетка не работает, либо, ну, по-любому она не работает. Это странно, то, что уже второй прибор я с помойки проверяю, и розетка это не фурычит. Пылесосик мы, кстати, берем. Я на этой помойке, где вот пылесос нашел, уже сижу примерно два часа. Вот как водила уехал переодеваться, с этого момента прошло два часа. Я не знаю, куда он исчез. Я ему пытаюсь дозвониться уже примерно целый час. И вот, что я слышу. Номер, на который вы звоните, временно не обслуживается. Походу, ребят, минус лексус. С другой стороны, как пришел этот лексус, так и ушел. Помоечка дала, и у меня у лоха отняла. Всем спасибо за просмотр. Что там, ставьте лайки. Конечно, круто. Время провел. Но назову эту поездку в Питер, питерский облом. Пиздец. Ребят, я в интернете наткнулся на видос, где профессор математических наук рассказал и показал в этом видео, как он заломал самый популярный сайт, где все играют. Там, короче, есть одна лазейка, откуда можно выносить бабки. Я все лично проверил. И в своем видео он это показывает и рассказывает, как это работает. Поэтому, ребят, пока тема работает, залетайте. Просто посмотрите это видео, он там все вам расскажет подробно. Залетайте смотреть. И всем пока, ребят, увидимся на помоечке.